Сука! На ходу ловим покемона в качке! Ха-ха-ха! Вот это мы ебанулись! Мы тупо, блять, посреди дороги стали на аварийку и словили птицу! Он тупо на тебе! Покемон на тебе, чувак! Всем привет! Я Кирюша Аккуратный и да, сегодня я буду ловить Пикачу. С горем пополам, со всякими танцами, с бубном, с махинациями, с Эпстором, с телефоном удалось мне установить игру Pokemon Go. Игра эта вышла 6 июля, но она доступна только в США, Австралии и, если не ошибаюсь, Новой Зеландии. То есть у нас официального релиза еще не было, но мне удалось ее установить. Вот она. И я уже даже поймал одного покемона, он был у меня прямо в комнате. Сейчас я вам покажу его. Вот он мой покемон. И прямо сейчас я отправляюсь для того, чтобы поймать Пикачу в городе Киеве. Надеюсь, у меня это быстро получится, потому что, насколько я знаю, покемоны жрут жестко батарею, поэтому буду делать все быстро. В общем, пошел я на улицу к своей следующей цели, ловить Пикачу и вообще собирать покемонов. В общем, вышел я на улицу в поисках покемонов и нашел я, короче, спортзал. Здесь прямо у себя во дворе, где можно прокачиваться. Пишут, что у меня недостаточно опыта для того, чтобы заниматься в зале, поэтому мне нужно половить еще покемонов, прокачаться и все получится. Пятый уровень, короче, мне нужен. О, кажись, прямо около меня покемон. Да, есть! Вы посмотрите. Получилось! Я словил своего второго покемона. Это похоже на какую-то злую крысу. А, Ротата! Это покемон Ротата. Его можно прокачать, но займусь этим позже, буду искать их дальше. Я вообще по сути своей не геймер. Последний раз я игрался в игрушки, там, я не знаю, 14-15. Покемон меня заинтересовал тем, что единственная игра, которая заставляет людей выходить на улицу. Читал в интернете, что было такое... Человек пошел за покемоном, искать покемона и нашел там труп. Или, ну, были негативные случаи, там, чуваки ловили покемонов, там, и одного или двух сбила машина. Ну, то есть, нужно быть осторожным на самом деле. Ты бы, может быть, даже в жизни не пошел бы в это место, а так, благодаря этой игрушке, ты там побываешь. Новые места – это всегда хорошо, новые эмоции, новые впечатления. У меня, кстати, произошел level up. Вот, уже второй уровень. Вижу какой-то непонятный спот, не пойму, что это такое. Сейчас посмотрим. Так, а где это? А, вот оно, вижу, вижу. Вот это прикольно. Так. Так, есть, я собрал шарики для того, чтобы ловить покемонов. Те, кто моего возраста, плюс-минус, там, пару лет, должны помнить те времена, когда в школе, в классе в пятом, в шестом, у всех были наклейки и фишечки с покемонами. У нас там был всякий бартер, то есть мы обменивали, у кого были одни покемоны, там, в нескольких количествах, обменивали там на других покемонов. Вот. И помню, были фишечки, которые, смысл игры заключался в том, что кладешь там несколько фишек, и вот таким вот ударом руки, то есть по плоскости так, раз, фишечки должны были перевернуться. И перед этим разыгрывали ноу-ефа. И, короче, кто выбивал, у кого переворачивались, тот и забирал те штуки. Вот такие вот игры у нас были в школе. Ребята, это Бинго. Еще один покемон на районе у меня, то есть я особо далеко не отошел и нашел еще одного покемона. Так, 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 ну-ка, сейчас этого сучонка попробую с первого раза словить. Ах ты, гадина. Блядь, он еще прыгает. Есть! Поймал гаденыша. Гроули, короче, какой-то у меня. Вес 27, почти 28 килограмм. Рост 1 метр. Ну, отлично. Третий покемон в моей коллекции. Покемон гоу привел меня к Леше во двор. И сейчас он выйдет, пока он выходит, схожу-ка я за бонусами. Соберу еще мячики, потому что на прошлого покемона я потратил слишком до хрена шаров. Оказался он злым и ловким. И нужно мне немножко восполнить баланс, так сказать, шары для того, чтобы их ловить. Потому что когда заканчиваются шары, вы не сможете словить своего покемона. Привет, Леша. Вот это ты снимаешь мне не лучше. Ты, короче, Леша, пока спал, я уже словил трех покемонов, чтобы ты понимал. Мир деградирует. Сейчас мы сядем в тачку, и я думаю, это облегчится, потому что на районе покемонов не густо. Только, Леша, когда я тебе буду говорить тормозить, тебе придется исполнять мои приказы. Ребята, я думаю, что это будет поинтереснее, чем у Ивана Гая, который просто по району на лонгборде ездил. Мы сейчас будем ездить на тачке за покемонами. Время зеркальце. А, зеркальце. Опа. А то покемонов не уйдет. Ну да. Чувак, покемон, вот, стой. Где? Стой, 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 а ну, жми на стоп. Чувак, мы проехали его, блядь. Не-не-не-не, а ну-ка, ну-ка, погоди. Есть, смотри, вот гаденыш, чувак. Глянь, смотри, смотри, летает херня, сейчас будем сбивать ее. Какая-то деградация полная. Блядь, промахнулся. А попытки бесконечные? Ну, 61 шарик у меня есть. Сука. Так он в машине у нас летает? Ну да, покемон в машине. Хочешь попробовать, Леша? Да нет. Вдруг я потом себе установлю воду ездить по Киеву, просаживаться деньги на бензин. О, есть. Алло. Чувак, получилось. Все, очередной покемон у нас в кармане. Сейчас, сейчас, покемона поймали и едем к тебе дальше. Покемон возле заправки был только что. Сейчас смеши. Чувак, смотри, покемон зубат. Кто-кто? Где? Возле церкви, он говорит, покемон еще есть. А откуда? Ну что знаешь? Ты что, это же, ты ловил его, мужик? Поймал? Ну ладно. Сейчас будем у тебя ловить, давай, наберу-ка там, подедем. Ну, готовься выходить. А что, Коваль тоже ловит покемонов? Да, он, говорит, вот, за церковь позачарал ее. Ну, нифига себе. Как-то в ебану, или нахуй ездить. Ну, что за пидорасы, блять? Может, это покемон? Или не пятница? Что-что-что? Ну, не пятница. Сегодня пятница? Ну, а ну-то хотя бы. Ну, все ебанулись, видишь? Все дебилы выезжают. Вон тебе, смотри, еще один. Чувак, какая-то птица появилась. Ну, что-то непонятно. Походу, мы проебали ее. Ну, здесь уже на аварийном мы видим. О, вот она, вот она, чувак, летит птица. Стой, 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 прям здесь. Ну-ка. Давай, я на аварийке. Есть, чувак, поймали, прикинь. Вот это мы ебанулись. Мы туда, блять, посреди дороги стали на аварийку и словили птицу. Чужик, которому я жалову, что это за придурки вообще? Смотри, какой-то покедекс. Глянь. Это новый какой-то покедекс? Пиджиодото какой-то, короче, я хер его. Пиджио, а, Пиджото какой-то, глянь. Чувак, вес 53 килограмма, ни хера себе, метр сорок. Глянь, ну, большой покемон, да. Я думаю, что нормально уже прокачаться должен. О, чувак, да, я уже третьего уровня, у меня бонусы. И мне медаль написали. Поздравляем вас, вы заработали медаль. Сейчас заправимся на 3000 гривен, что мы не можем себе позволить. Покатаемся. Половим покемонов. В Одессу покемонов половим. В Карпатах сейчас поедем. О, глянь, какой свин. Он прямо тут? Да. Давай, гаси его. Ни хера себе. Так, ну-ка. Высокай. Есть, чувак. Да. Все, поехали? Да, можем ехать. Это успех. Тупо два покемона за три минуты. Дроузи какой-то. О, он еще звуки издает. Леша, смотри, это ты, походу, глянь. Сейчас я через звук. Чувак. Давай. Смотри. Что это такое? Это чувак Дроузи. Коваль, быстро говори, где покемоны. В церкви. Что, ты видел покемоны там, да? Вот. О, ни хера себе, чувак. Ты тоже третьего уровня, да? Сходи там. Сходи там. Вот, церквушка тут. А, это через дорогу. А, типа спот, да? Нет, нет, что-то есть. Ну, короче, мы пока ехали, мы уже троих словили. Я двоих в офисе словил сегодня. Ну, ничего себе, ну садись, Саша. Не выходя. Воспользовался я советом Саши. Вот, он тоже играет в покемонов. И пойду... У батюшки покемон есть. Пойду в церковь, короче, сейчас поищу. Может, там у батюшки есть покемон. И заодно соберу немного шариков. Сейчас посмотрим, какие бонусы мне церковь принесет. Покемоны здесь не оказалось, но бонусы я поимел. Игра Покемон Гоу завела нас в лазерку. Сейчас ты видишь чудо станки. Коваль, так ты нам покажешь, как лазеры режут? Да, конечно. Тут чувак металку. Ой. Ну ничего себе, огромные такие помещения. Так это ты тут покемонов ловил? Покемонов он ловил там, походу. А и справа, там еще один церковь. Александр, он будешь лектор по развитию, чувак. Ну да. Он тут все знает. Чувствую, насыщенный поиск покемонов получится у нас. Ооо, нифига себе. Так она легенькая такая, попробуй, Леша. Ну, чувак, она реально легкая. Я помню, у меня была советская клюшка. Это вырезаем? Ну да. И она была такая тяжелая. И что, она крепкая, да? Да. Прикольно. Чтобы тоже сидеть. А он по пластику режет. Это лазер по резьбе по пластику. Все. О, чувак, покемоны. О, так-так-так, красный свет, попытаемся его быстренько словить. Есть. Нормал? Да, с первого раза. Ну, поехали. О, есть еще один. Вот, чувак, смотри. Прямо. Чак, прям у тебя на панели покемон. Так мы их все в машину сажаем просто. Ну да. Еще один. Я ловлю покемона прям на ходу. Сучка. Наверное, единственное, что ловим покемона, покатается на дачку. Ну да. Есть, словил гаденыша. А, или все, или он... А, чувак, он летит. Блядь. Это жесть. Сука, на ходу ловим покемона в тачке. Блядь, так сложно. Блядь, не могу попасть реально по нем. Пидор вонючий. Питер стал. Есть. Прям на ходу поймал покемона. Так, зачем еще 25 лет занимаются пацаны? Так, а вот прям рядом сейчас схвачу бонус, пока мы едем. Смотри, чувак. Оп-оп-оп. Так, есть. Видите, ребята, так что, если вы хотите быть успешными в покемонах, берите такси или машину и просто ездите по городу. Сейчас бонусов еще пособираем. О, покемон! О, словил. Человек, смотри, это какая-то полубелка, полу... Какое-то непонятно что. Что это вообще за херня? О, глянь. Все, Леша, тоже захотел в покемонов поиграть? Ну, блядь, у меня такой гаджет, что на него не установится. Так, следующая точка. Сейчас шарики нужно успеть собрать. Если я не смотрел покемоны, это означает, что я был плохой детства или хорошие? Ну ладно, ладно, проходите. Так, а мне как раз спот. Пока женщина проходит, пособираю все бонусы. О, покемон! Покемон! Есть! Есть! Там мало? Да, с первого раза, ребята. Я научился уже ловить покемонов с первого раза. Страйк! О, еще один сходу. А, ну это птица. Все! Ну да. Ты профессионал, давай. Я уже профессионал. Ты профессиональный человек. Я профессиональный ловец покемонов. Профессиональный. Ты обязан поймать 250. Думаешь, я должен 250 поймать? Да. О, еще один. Так. Иди-ка сюда. О! Какая-то гусеница непонятная. Есть! С первого. Ну, чувак, мы в центр, типа, видимо, приехали. Видишь, у нас на районе было не сильно густо. А доехали до центра, и он один за одним пошел. Мы живем в Подольском районе вообще-то. Не, ну так вот мы и выехали сейчас. Мы в центре живем. Чувак, какая-то гусеница ебанутая. Ты, типа, гусеница-единорог. Слушай, чувак, смотри, какой-то памятник ботинком. Я и не знал, что у нас есть такой памятник. Глянь. Ну, это здесь, где-то мы только все проехали. Да, показывай памятник. Ну, да, да. О, покемон. Так, все-таки, по-моему, и можно изучать историю нашего. Ну, да. Есть, еще один покемон. О, чувак, а вон еще один покемон бежит. Это самый нормальный покемон, который есть. Так, еще один в моей коллекции. Покемон? Блядь, ну, ни хера тебе, а как это? О, Леша, он тупо на тебе. Покемон на тебе, чувак. Стой, 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 сейчас словлю. Стой, не двигайся. Чувак, он прям на ебле у тебя. Два ворота. А ну-ка, да, да, да. Чувак, стой, 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 сейчас. Блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. О, да, 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 вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, ладно. Блядь, матерый покемон, не могу слабить его. Блядь, это пиздец. Чувак, у тебя, по-коду, какое-то проклятие. Я на тебе не могу словить покемона. Я сейчас уже надрочился с первого раза. Да, ладно, что. Блядь, это пиздец. Чувак, это, что ты меня взвинулась. Ну. Блядь. Сука. Короче, все, он меня заебал, этот покемон. Все, не могу его тупо словить. Обиделся? Да, ну, это пиздец какой-то. Едем мы уже в центр для того, чтобы собрать еще больше покемонов, покататься по городу. Я возле оперного театра. И надеюсь, что, кстати, вот сейчас тут спот. Вот он прям. Вот. Здесь где-то будет покемон. Ого, ну, неплохо здесь всего было. Да, вот он. Вижу покемона. Сейчас я подберусь к нему. Так, еще чуть-чуть, и я уже у цели. Все, есть. Этот покемон у меня в коллекции. Мне иногда кажется теперь, что люди, которые втыкают в телефон, и все они ловят покемонов. Двигаемся мы к парку Шевченко. О, есть покемон. Забьем хрен эту игру, поедем к бабам, возьмем пиво и рыбу. Нет, Леша, так не кажется. Я хочу ловить покемонов. С таким бабам. Все, с первого раза. Вон тут бизнес-центр. Интересно, в бизнес-центрах тоже покемонов ловят? Да. Ну, вполне вероятно, что вот там реально сидят дядьки и тоже ловят покемонов. О, 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 стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, Леша. Есть покемон, погоди. Это пиздец, чувак. Так, я выхожу, чтобы словить покемонов. Прямо около машины еще один покемон. Все, Леша, есть. Все, давай, и мы подумаем, потому что надо начинать с ума сходить. А теперь, как я обещал, небольшой лайфхак для вас. Итак, для того, чтобы заполучить Пикачу, вам нужно в самом-самом начале игры, как только вы зарегистрировались и только начали играть, вам будет предложено три покемона на выбор. Вам нужно их проигнорировать. То есть, вы жмете крестик, отказываетесь от них. Дальше вы проходите немного, там буквально пару метров. Вам опять предложат покемонов, вы опять их игнорируете и идете дальше. Проходите, ну, буквально, может быть метров 10, ну, грубо говоря, квартал. И вам предложат в третий раз покемонов, и вот тогда к трем покемонам вам добавится Пикачу. Вы его спокойно выбираете, и вуаля, у вас уже есть Пикачу. Вот такой вот незамысловатый, очень легкий лайфхак, чтобы заполучить Пикачу в самом-самом начале игры. Вот. Спасибо большое тем, кто смотрел. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. С вами был Кирюша Аккуратный. Пока-пока.